Всем привет! Я нахожусь в Чиралы, это Турция, и сейчас сделаю вам обзор типичного отеля для данного региона – Этена Бунгалоус. Чиралы – это тихое, спокойное, уединенное место, расположено в 40 километрах от Кемера и в 90 километрах от Анталии. Подробно про Чиралы я рассказывал в предыдущем выпуске, видео есть на канале, ссылка сейчас в правом верхнем углу экрана. Чиралы – это маленькая деревушка, затерянная среди гор, у самого берега моря и проживает в ней около 900 жителей, а в сезон до 3000 человек. Это необычный турецкий курорт, не с большими отелями на все включено, а с маленькими уютными гостевыми домами, комплексами из бунгало и кемпингами. И Этена не является исключением. На большой зеленой территории расположились 17 бунгало, утопающих в зелени. Такой турецкий агро-экотуризм. Подобного формата в Турции ранее я не встречал, поэтому был приятно удивлен и очарован этим местом. Ресепшн в Этене находится под открытым небом. Это необычное решение. Тут происходит регистрация заезда и заселение. Есть небольшая зона ожидания. Заселение после 14, выселение до 12 часов. Территория просто утопает в зелени, как будто попал на турецкую дачу. Либо в ботанический сад. Тут тишина и спокойствие. Никакой музыки. Никаких толп туристов. Никакой анимации. Только ты и окружающая природа. Это место идеально подходит для уединения и перезагрузки. Количество зелени поражает воображение. Все ухожено и пострижено. Смотрится очень красиво. Бунгало расположены на расстоянии друг от друга. И у каждого есть своя территория, чтобы соседи вам не мешали и не нарушали ваше пространство. Возле каждого бунгало есть свой гамак. Все бунгало построены из дерева. Вся отделка снаружи и внутри выполнена из экологичных материалов. Всего в отеле 17 бунгало с размещением на 2, 3, 4, 5, либо 6 человек. Сейчас я вам их покажу. Начнем с размещения на 2 человека. Общая площадь около 30 квадратных метров. На террасе стол, стул. Удобный диван с подушками. Одна жилая комната. Все экологично выполнено из дерева. Вместо шкафа открытые полки. В комнате одна большая двуспальная кровать. Кондиционер, стол, стул. Кровать большая и удобная. Постельное белье качественное. Комната небольших размеров. Однако для двоих человек вполне подойдет. Есть ванная комната. В ней большое зеркало. Фен. Большая душевая кабина. Имеются все ванные принадлежности и качественные полотенца. Знаете, что мне тут понравилось? Ни в одном бунгало нет телевизоров. Так что никакой лишней информации не будет поступать в ваше инфополе во время отдыха. Доступ к электричеству осуществляется с помощью карты, которая прикреплена к ключу. И которую нужно вставить в картоприемник. Каждое бунгало имеет свое имя. Вот это на два человека называется Мира. Бунгало на три человека выполнено в таком же формате. Они все с террасой и оно отличается общей площадью. Тут 35-37 квадратных метров. Оно немного больше по размеру. И кроме двуспальной кровати тут расположена еще одна односпальная кровать. Во всех бунгало есть холодильник, чайник, посуда, чай, кофе. А также ежедневно предоставляется вода в бутылках. Есть сейф, тапочки, полотенца. Такая же ванная комната, как и в предыдущем бунгало на два человека. Для четырех человек бунгало выглядит практически так же. Отличается только еще большей площадью. Тут 50 квадратных метров и конфигурацией кроватей. Одна двуспальная и две односпальные. Такая же терраса и такие же прекрасные виды на шикарную зеленую территорию. А также свой гамак. Бунгало на пять человек. Именно это называется Олимпос. Кстати, еще что удобно. Есть на входе кран с водой, чтобы помыть ноги. Тут такая же терраса. Диван, стол, стулья. Тут уже две отдельных комнаты. Также холодильник, чайник, чай, кофе, посуда, кондиционер. В первой комнате одна большая двуспальная кровать. Площадь этих бунгало от 60 до 80 квадратных метров. Количество полотенец и тапочек по числу отдыхающих. Ванная комната уже побольше, чем бунгало на 2, 3 или 4 человека. Душевая кабина также побольше. Все ванные принадлежности имеются в достаточном количестве. Есть фен. Во второй комнате три односпальные кровати и есть свой индивидуальный кондиционер. Над кроватями удобные подсветки. Все продумано до мелочей. Такое бунгало – идеальный вариант размещения для семьи из 4 или даже 5 человек. На террасе есть подсветка, есть отдельная розетка, что удобно. Тут хочется проводить время, отдыхать и релаксировать, восстанавливать свои силы, приводить мысли в порядок, отдыхать от городской суеты, наслаждаться природой и тишиной и перезагружаться в гамаке под гранатовым деревом. Иногда такой отдых необходим каждому. И пусть весь мир подождет. К каждому бунгало прилагается свой личный персональный код, который будет забирать вашу негативную энергию. Ладно, шутка. Ему просто не хватало компании и нравилось проводить с нами время на террасе. А сейчас я вам отвечу на вопрос, как мне удается всегда снять номера убранными и без вещей. Я снимаю и показываю вам все комнаты и номера до момента заселения, чтобы все было красиво. А потом уже заселяюсь и устраиваю там беспорядок. Найти актуальные туры по разным направлениям вы можете на нашем сайте. Тут легко и просто подобрать себе отдых с вылетами из Минска или Москвы, исходя из ваших параметров. А также на главной странице вас ждут спецпредложения и горящие туры. Если вам нужна помощь специалиста, тут же можно оставить заявку. Добро пожаловать на наш сайт. Тут нету привычного вам все включено и даже нету шведского стола. А есть столики под открытым небом, которые находятся сразу возле пляжа, из которых открываются потрясающие виды на море. Этена работает на завтраках, обслуживание тут производится официантами. Предлагается турецкий завтрак, яичница, омлет. На выбор под заказ блинчики, сырная тарелка, фрукты, овощи, булочки, сухие завтраки. Все вкусно и с прекрасным видом и атмосферой. Это первая линия, сразу за столами начинается пляж. Тут расположены зонтики и шезлонги, относящиеся к Этене. Их немного, но на всех хватает. Так как количество бунгало небольшое, всего 17. Пляж широкий, около 100 метров, а длина его более 3 километров. Он общий для всех отелей. Пляж песчано-галечный. Это пляж Чиралы. Целая бухта в вашем распоряжении. Людей тут мало. Данный пляж является важным объектом для размножения черепах Логгерхед или Карета. Вот такие металлические корзины тут установлены защитниками черепах, которые ведут учет и помогают потом новорожденным добраться до воды. Вход ночью на данный пляж запрещен, так как именно ночью сюда приплывают черепахи для откладывания яиц. Виды тут потрясающие. Вход в воду галечный, местами песчано-галечный, галька мелкая. Вполне можно обойтись без специальной обуви. Вода в море прозрачная и необыкновенного цвета. Считаю, что данный пляж вполне можно отнести к числу лучших пляжей Турции. Что примечательно, тут почти нету людей. Это место идеально подойдет для того, чтобы побыть наедине с собой или с морем. Более трех километров идеального пляжа и рядом почти никого. И это в середине лета. Думаю, что так будет тут не всегда. И регион будет активно развиваться и дальше. А людей будет становиться все больше. Поэтому, если вы оказались вдруг в Кемере, либо в окрестностях, можете спланировать поездку в Чиралы на несколько дней и воспользоваться этой возможностью, привести мысли в порядок и перезагрузиться. Лично мне тут очень понравилось. И это то место, куда хочется вернуться снова. А я не из тех людей, которые любят ездить в один и тот же отель по несколько раз. Надеюсь, видео было полезным, интересным и информативным. Если это так, ставь лайк, подписывайся на канал. Я рассказал вам все. Вопросов, думаю, больше не осталось. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok